кофе арба и правда сегодня добрый день потому что сегодня кофе меня не знают меня зовут и я очень часто выхожу на фейсбук и занимаюсь там одним из своих любимых дел во-первых это я пью хороший куве иногда это и другой хороший напиток чай и вода среднекам и разговариваю про существенное тело очень легким доктором выступаю к всему это не способный язык иногда я это делаю одна с теми кто там напротив ту сторону экрана иногда со мной какой-нибудь хорошая интересная гость и сегодня как раз на весне а когда я его попросила как бы мне тебя в титрах написать потому что это я сейчас как раз буду делать мы записали этот наш разговор и я в Питере надеялась как раз и купила эту основную чашку в Питере попадали кстати из-за монтажа но другие человека на гости и он мне сказал нет актер это мир потому что человек одной из планет вселенной это не крикетство и это конечно мы оба скажем так люди которым сказать какой-то назвать один род в нашей деятельности это ограничивать себя ну творческие люди да мы актеры да мы там это это и это делаем в общем присоединяйтесь кто его узнает как актера с сериалом по кино по театру по радио каким-то проектам очень хорошо но мы говорим но про многое Алексей Климушкин Леша вывожу тебя на фейсбук ты очень звезда инстаграма давайте и вы к нам с моего балкончика в Риге зов вселенной присоединяйтесь здравствуй Алексей здравствуй бабочка моя дорогая и мы как артисты мы не будем особо так прикидываться что нас никто не видит мы решили сами встретиться и других пригласить на нашу встречу я очень рад видеть я говорю с Москвы ты говоришь с Риги я хотел спросить где ты сейчас в Москве? в Подмосковье да я тебе представлю тут таких два разных мира это не только потому что Латвия и Россия но и якобы больше на фейсбуке а ты такой инстаграмщик и может быть мои фейсбучные друзья которые не столько много ну как бы еще не открыли тебя в инстаграме да я могу сказать что Алексей Фривушкин артист я тебя хочу мыслителем назвать сотворителем хорошего настроения вот вот и обязательно хочу напомнить сама себе какое счастье что ты мой однокурсник да байбочка я очень хочу представить другим людям с этой стороны не знаю границы не границы о том что это моя дорогая однокурсница байба моя дорогая байба с которой мы на первом курсе играли триумфальную арку ты знаешь кто меня не знает я байба крана в данный момент я хожусь в Латвии но мне нравится увеличать себя мостом между разными культурами между разными традициями духовными традициями философскими и такими традициями которые ну проявления разные я я на такой сцене как мы называем сцена где сидят люди и аплодируют я на такой уже не особо но я веду свои студии я творчествую как бы йога медитации движения танцы все такое ну мне так кажется байба что знаешь мы с тобой упомянули вот ты Латвия я здесь Россия Москва а упомянули Эрих Ремарк мы еще с тобой упомянем и Рильки и Чехова и еще кучу народу от Шекспира до не знаю до Бунина и эти все люди которые нас объединили они с разных культур по разным языкам говорят но они нам дали нашей душе что-то такое что выше границ дальше границ и поэтому вот на таком языке я тоже хочу с тобой говорить и думаю что сегодня когда мы чуть-чуть обозначили флажки по поводу смысл жизни знаешь я подумал о том что такой небольшой извини ради Бога да ему раз дорогой а можно я тебе перезвоню через полчаса я просто с министерства в Латвии говорю спасибо 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 огромное спасибо центром галактики да вот Таймурас из Владикавказа позвонил мой продюсер и короче все самое лучшее со всех стран мы можем взять я сегодня говорил с Нино нашей дорогой Лори из Тбилиси в Грузии да опять у нас нет границ в этом смысле у нас есть уже тот возраст мне так кажется который обозначается про смыслы про акценты про смысл жизни и вот знаешь такой хороший фильм как Твин Пикс например который тоже погрузил меня свое время несколько раз я его пересматривал все части все сезоны и для меня Дэвид Линч является вот тоже такой путеводной звездой про смыслы про смыслы вот все что угодно только это самое главное не политика не еще какие-то вещи а вот вот эти смыслы зачем человек ты пришел сюда что ты делаешь и ну как у Гогена есть эта замечательная картина которая висит в городе Бостоне с таким очень таким витиеватым названием я его плохо помню просто Гоген один из моих самых любимых художников и вот у него тоже кто мы зачем пришли куда идем вот такой смысл вот этот смысл я думаю что мы с тобой так беседовали на Маховой в Петербурге когда учились еще в Ленинграде я думаю что ты сама вот то что я вижу у тебя там и по йоге или по еще спасибо твои лайки я вижу что там очень часто на латышском но ты как бы понимаешь а в чем реально у нас глаза глаза в глаза поэтому главное вот это я вижу что ты тоже про это существует не про что-то другое ну давай как знаешь мне вот то что я делаю да ну йога это ну это такое одно ключевое слово которое тоже вот одно слово имеет очень много сколько людей столько и толкований да столько же сколько любовь да или там бог для каждого человека это что-то свое ну как бы ну вот в том русле где я работаю есть такое понятие как намерение да и что все решает намерение ты можешь сделать все что ты хочешь но намерение и знаешь что мне больше всего помогает это понять как с этим работать потому что это самое именно ценное вот наши актерское как бы сказать ремесло где тоже всегда самая главная сверхзадача да мы можем делать что я тут делаю правильно мы можем делать любую вещь как ты да красиво танцуешь да пишешь иногда что ты там говоришь свои там футбольные матчи да но за этим это слова это форма но за этим всегда ну какая-то сверхзадача давай поставим сверхзадачу оформим огласим ее почему мы тут встретились ну вот я еще раз говорю что для меня сверхзадача вот это название картины Гогена кто мы откуда пришли и куда идем поэтому знаешь вот недавно вчера посмотрел тоже медийное сообщество что ты про футбол вася уткин дал интервью не моей самой любимой собчак но разговор получился интересным потому что вася не про футбол говорит вася говорил про что-то другое вот про эту сверхзадачу про смысл вот эти смыслы которые у нас появляются или исчезают когда мы бессмысленно живем по жизни а иногда мы понимаем что мы с каким-то смыслом живем что-то у нас окрашивается наша жизнь вот это самое главное найдем ли мы это в футболе йоги или философских трудах ницше неважно где-то найдем какие-то акценты вот это мне интересно вот это интересно сейчас какой-то твой взгляд вот по поводу того что что ты думаешь сейчас со своим багажом со своим опытом вот что на данный момент для тебя составляет какой-то смысл этого существования я во-первых я открою такую свою мысль нашей встречи я когда думала чем это вот все потому что мы с тобой можем говорить про много чего да вот такое вот эту ниточку первую я подумала что у нас связующие я смотрю твои последователи в инстаграме и ты каждому комментарию отвечаешь лично и это это супер и то что они говорят спасибо что вы нам дарите хорошее настроение там иногда есть вот это давайте вытаскивать за волосы и в принципе у меня тоже что-то такое похожее есть какая-то такая алхимия правда спасибо спасибо нашим мастерам Владимиру Викторовичу Петрову и Александру Ивановичу Романцову я с благодарностью вспоминаю чтоб мне там кто-то чего-то не говорил я вспоминаю очень очень с любовью и господина Романцова и господина Петров потому что они дали нам какой-то свой птичий язык по жизни это не английский не латышский не русский это птичий язык на которых знаешь петровцы все друг друга узнают вот когда я играл в спектакле с Сашей Лыковым он зашел я понял это петровец это одинаковое кукулоко ощущение самоиронии то чего сейчас почти нет особенно здесь в Москве все на пафосе вот так да а это вот что-то совсем другое это это что-то про 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 совесть простых вот что-то из этих понятий поэтому я вспоминаю сейчас очень сильно наших педагогов вот сегодня я говорил с Олей Муравицкой по телефону да и тоже вспомнили мы опять таки Петрова вот все равно возникает настолько это мощный фундамент я тут скобках которые на самом деле не скобки а очень важно немножко ну поясню о чем мы говорим если кто наш язык не понимает то есть Владимир Викторович Петров у кого мы учились это выдающийся мастер именно как педагог он и сам артист по образованию все он уже ушел там и на нас наверное сейчас смотрят как мы говорим с облачка да и облако да и Романцов тот же и вот это вот ну именно в актерской среде очень как бы популярно ну вот ты видишь кто вот это воспитание кто тебя растил кто тебе дал мастерство ну как в живописи как в музыке кстати я тебе могу сказать когда я еще ну после окончания первые годы работала в театре ну меня особо никто не знал и кстати сейчас я больше и больше всего вспоминаю слова нашего другого мастера по фехтованию по стендвижению Кириллу Николаевичу Тимасову который нам ставил по окончанию эти гонебутские оценки ты помнишь что он тебе сказал не помнишь помнишь нет нет это очень ценно было он мне говорил байба ты которая а Иванова ты которая бай бай у меня тогда фамилия Иванова была и он сказал ты что мать ты вышел мальчик запутавшись в собственных стоплях но ты ж мать графиня я но это очень четко и я это вот очень долгие годы я стеснялась я особо никому не говорила что я в петербурге училась и особо никто не хотел это слышать когда я потом на телевидении стала работать но вот возвращаясь к этому мастерству и кто нас растил в одном театре меня так и спросили один выдающийся режиссер который смотрел этот наш подкаст и все он спросил а где вы учились у вас школа то есть какая-то особенность но знаешь ты очень молодец вспомнила Кирилла Николаевича я же у него еще в восьмом классе занимался в восьмом классе я был у Кирилла Николаевича Черноземова в Юсуповском дворце вместе с Юрием Раткевичем таким актером Тюза у них была своя студия я у них там занимался потом я Кирилла Николаевича видел в молодежном театре когда работал осветителем я его давно для меня он как такой учитель гуру но как-то вот постоянно нас жизнь сталкивала и я очень и очень его люблю сейчас заходя там в церковь я ставлю свечки вспоминаю там родителей и конечно это Троица что Романцов что Петров что Черноземов это те тот дракон который нас воспитал и поднял в небо это правда но другое дело вот смотри какая интересная штука они были у нас ведь без папы они были ну скажем не суперстар не суперзвезды да это это правда они не суперзвезды ну вот как Олег Тобаков там да у него и Татсман да тот же да Татсман у них у всех и ученики такие были они все были просто уже герои а у нас у всех был какой-то момент знаешь вот как у наших учителей немножко стыдно быть знаменитым стыдно вот это то что они сделали мне мне в итоге я же Петрова тогда остановил около танцкласса на лестнице нашей мраморной на маховой и сказал Владимир Викторович вот Тобаков же своих устраивает после института он делает театральные студии для своих у него все там Мироновы Машковы эти все они же а мы как не пришель он говорит но я не Тобаков и вот это как сказал Владимир Викторович но я не Тобаков это для меня до сих пор путеводная звезда потому что я тоже для себя и не хочу уже сейчас может быть по молодости еще хотел там хватать а сейчас я понимаю что в нем была та дворянская мудрость дворянская мудрость которая действительно про творчество а не про рейтинг мне так что я тоже хотела сложить вместе ты уже два раза упомянул ремарка и я подумала видишь мы сейчас встречаемся в 2020 год да летом и мы чувствуем что в воздухе что-то такое мы не будем про политику говорить хотя мне очень интересно что у вас там в Москве ты провалили нет но смотри там где мы с тобой играли мы же тогда не думали там мы ремарка играли это была триумфальная арка это был восемьдесят девятый год наверное да зачет по мастерству мне разрешили играть там же всем надо было ну русских писателей отрывки я вообще ничего не знала и мне очень был этот ремарк и мне Петров разрешил как да тоже это же тридцать девятый год там и раньше и вот все что-то в воздухе такое было я думаю что знаешь да второго человека сюда же упомянул моего любимого на данный момент во всяком случае наверное такого тоже гуру путеводная звезда Бродский да Иосиф Александрович который в этом смысле для меня тот же ремарк и он такую тему значит задвинул по поводу внутренней миграции которая не обозначает что я уеду в Америку или там в Германию как у ремарка у него это еще круче что мы все находимся вот в этой внутренней миграции и самое больное это находиться во внутренней миграции в своей стране когда ты понимаешь что ты не до конца можешь быть честным не до конца я не знаю как не знаю как это связано там с Латвией или Америкой или Германией но тех людей которых я встречаю вот это слово внутренняя миграция это действительно такое понятие не выдуманное это не метафора это это действительно так мы все уходим лишь бы не скандалить лишь бы не участвовать в этих дрязгах в этих политиках это и в отношении с близкими людьми то же самое поэтому для меня вот это понятие внутренней миграции а ремарк и об этом тоже он и о внешнем и о внутреннем потому что тот самый Равик он он постоянно убегал и везде убегал не только там триумфальная арка везде человек в движении он убегает от этой реальности которая его давит и вот это сейчас знаешь пандемия которая нас всех как лакусовая бумажка она проявила все плохое и хорошее в человеке в каждом вот я понимаю о том что раньше я боялся сказать стеснялся там под лицу что ну я от него вроде как завишу и вроде бы не надо а теперь я не хочу общаться я понимаю что жизнь вот такая маленькая и что ж ты тратишь на какую-то фуфло надо надо просто пытаться быть самим собой насколько ну насколько хватает ума и талант вот и все в середине марта объявили чрезвычайное положение и как бы у нас по сравнению с другими местами достаточно как это такие ну не очень тяжелые эти ограничения были все это время ну конечно много чего позакрывали я как бы я была ну если так считать самый первый которого это касалось я самозанятая у меня своя маленькая студия сразу групповые занятия закрывается там нельзя но знаешь это так необъяснимо я сразу себя почувствовала для этого нету как бы внешних обстоятельств которые вы подтвердили почему я так себя чувствовали ну как бы нету но я внутренне так хорошо себя сразу чувствовала перед этим у меня было ну такое я достаточно удручен ну не удручен ну и ладно ну вот это и все есть главное что я и многим даже сказала я еще в январе съездила в петербург я стала последние годы часто ездить на спектакли ходить и тебя виделось Евгения Женя Игумнова прекрасный спектакль в этих приездах и Муравицкую тоже Оля посмотрела там дядя Вань шикарная роль и радовалась что я хоть туда сидела и не поехала то есть понимаешь вот когда ты ценишь ты наконец это видишь да что твои самые ценности вот то что ты и есть вот тебя оставили с тобой спикерный ноутворкин действительно так и есть все что у меня есть то у меня есть у меня тот же самый мои друзья мой духовный мир в принципе это это я я я наконец была наверное рада ну и так думаю увидеть то что я о чем я говорила что я теоретически там моим ученикам или там последователям на фейсбуке в том же говорила что вот мы и есть вот наша духовность то что мы есть внутри это и есть самое единственное которое тебе ничего никто никогда не отнимет и как бы и все сходил в дюссельдорфе на лебединое озеро знаменитого швейцарского значит этого самого режиссера и был просто очарован я я сходил на выставки я ну то же самое знаешь вот как ты называешь ты мост я тоже был в этом смысле человек который отовсюду отовсюду брал все самое интересное и когда была возможность я был человеком вселенной я и пытался это сказать всем и здесь когда сейчас знаешь такие националистические какие-то вот закидоны начались я всегда удивляюсь потому что это надо либо иметь очень большую корысть потому что все кто об этом начинает говорить он в итоге зарабатывает просто бабло ну и дальше ну как можно отказаться от Лувра от музея Арсе как можно отказаться от Гранд Опера это это что это значит западное ненужное что или как поэтому я с тобой полностью солидарен что мы как раз эти мостики и нету границ знаешь я когда я влюбился очень во Владивосток и когда я там три раза бывал и строил всякие эти кинофестивали меридиана типа я там понимал о том что птицы они не знают что они живут в России они думают что они еще живут в Китае потому что вся флора и фауна она китайская ну никуда ты от этого не денешься и знаешь мне повезло я там познакомился на какой-то миг как мы актеры это бывает сдруживаемся с кем-то я там познакомился и сдружился всего лишь на две недели но с такой великой теткой как Лайза Минель и я просто был да я был в восторге сначала мы с ней полаялись в гостинице когда она начала выпендриваться немножко и я на своем ломаном в итоге собачьем языке мы объяснились и потом мы с ней очень мило подружились на сцене и как бы она не замечала там ни губернаторов никого она значит со мной мой хиро мой хиро и мы с ней очень весело проводили время и возраст не имел значения и возраст не имел значения и то что вообще ничего не имеет значения как только ты с человеком душа в душу тогда начинается что-то такое и сейчас я только за это поэтому понятно что когда на данном моменте больше начинается какого-то ора крика я не хочу никому ничего доказывать но я знаю про себя что это ненадолго вернуться вот эти безграничная любовь безусловная любовь вот это самое главное все остальное это звездец который посещает актеров он посещает политиков он посещает бизнесменов они звездятся а потом понимают что жизнь маленькая и сейчас действительно вирус всем показал мы все как в бане голы мы все голы нас вот так можно взять и ничего с нами все поэтому надо беречь вот это знаешь дуновение души банальные банальные вещи я говорю но это так я еще раз я здесь всем доказываю что ну не бывает не бывает там плохих немцев плохих американцев еще кого-то да есть плохой человек как и музыка есть хорошая есть плохая вот и все я там со своими что я говорю там эти по измерениям да что какое измерение очищается или активируется но одна большая штука которая на своей вот то же самое что ты сказал вот это это называется как бы вот с одной стороны нам и открывают это вот ну что ну вот это новая земля я вот тут который себя считает что и я считаю что вот это время которое нам сейчас дано это как тоже мостик в эту новую нам действительно дается шикарная возможность сейчас наконец что-то новое построить в этом новом идеальном кто-то говорит новая Атлантида да другой золотой век и там такая штука как unity и diversity или как-то объединение многих красок да и нас с одной стороны очищают да что ну вот как вот не хочется принять того да кто там такой и такой ну вот и как ты только принял как ты понял и себе в том числе что я могу быть и такой и такой и такой и что люди и такие и такие и такие ну как-то так я не знаю я не слышу слишком я с одной стороны с тобой вроде как и согласен я сегодня говорил еще с одним нашим однокурсником Владом Бартлином из Эквадора во-первых он три раза вся семья переболел три раза три раза это сурово да да это сурово да это сурово у него был я с ним два месяца назад созванивался у него был нервный срыв когда ну в их деревню завезли этот ковид и там просто дети падали поэтому это было очень страшно к тому же Эквадор она даже беднее в этом смысле чем Россия страна поэтому там к сожалению там некоторые санэпидемстанции не так работают но вот мы говорили он тоже вот ты сейчас говоришь о новом новом он тоже самое он пишет сценарий о новых великанах о новых Атлантидах он пишет о новой какой-то реальности ну дай бог я с одной стороны вроде бы согласен с другой я понимаю что ну то что писал Федор Михайлович Достоевский или Антон Павлович Чехов блин даже Шекспир все повторяется мы как по замкнутый круг и очень часто человечество напоминает змею кусающую свой хвост да потому что мне кажется мы повторяем все те же ошибки а иногда вот сегодня я тоже говорил мне кажется что знаешь над нами кто-то или что-то космос бог или там создатель небеса обетованные они смотрят на все на нас вот этот солярий смотрит и как будто у него нету плохого и хорошего а есть естественный отбор и он этот естественный отбор убирает людей потому что есть факты когда вот Мура мне сегодня говорила в театре человек болел в маленькой квартире актер живет значит ему пятьдесят там девять лет и жене его шестьдесят три значит жена болеет а он не болеет он не болеет они месяц жили и проверяли несколько раз это какая-то мистификация ну как бы вот положено так и так а у него вот в одной квартирке маленькой они живут и вот один болеет второй нет то есть это какое-то действительно что-то там в скрижалях написано и каждому судьба вот что-то дает щелчки ну ладно если уж ну мы коснулись болячки конкретно я могу рассказать что я два года назад и три года назад с ноября по аж май болела кашля чуть-чуть чуть-чуть лучше было там например недельку и опять у меня даже на астму не тянуло и конечно так как я занимаюсь ну так как я себя величали там мастер техник по телу то есть я как инструмент беру тело да и тело тоже подсказывает что с тобой творится психосоматика и все я вырыла прорыла себя но здесь я изменилась я действительно изменилась я стала это не такие пафосные слова что там сердечная чакра открыла что все эти то что мы по нормальной психосоматике знаем да что вот это кладезь туда наши легкие дыхательные пути это то как мы это наши наша тоска печаль глубокая даже себя очистил так там давай и про рот и про коллективное но это было и вот сейчас ну когда вот это стало ну очевидно вот это вот то что происходит и этот вирус или как мы его называем ну я как бы смотрю что видимо видимо это было со мной причем два раза две зимние ну я тоже вспоминаю ну я тоже вспоминаю у меня там был и с глазами какой-то момент был еще которые не знали что я проверялся на все аллергены оно все ну действительно там четыре месяца не понимали я сдал все анализы все аллергены оно не проходило может быть это была частичка вот этого всего я не знаю я не знаю я знаю о том что опять тут есть какие-то знаешь моменты счастья во всяком случае вот я не но постоянно повторяюсь боюсь чтобы она уже ну как бы не надоел я этим год назад год назад я на свой день рождения сподобился вот быть в Тбилиси я видела да значит вот Нино нас встречала и мы меня никогда нигде так не принимали никогда ни меня я у них дома жила она сказала у меня дома вот мама мама сандро друзья вот это все вместе когда мы поехали на лозаннскую долину и просто сидели там что-то невероятное космос открылся вот ты говоришь ты изменилась я там извинился я точно там извинился да а когда я попал на спектакль Резо Габриадзе весна моей осени и вот когда я попал на этот спектакль я тебе честно говорю такого не было давно я сел открыл рот у меня текли слезы вот так и полтора часа я с открытым ртом и со слезами вот так то смеялся то не знал что у меня сердце вот так и я тебе могу сказать это вот тот самый катарсис от кукольного театра казалось бы но я не испытывал давным-давно какие бы здесь звезды какие-то спектакли я не видел кусочками да но здесь в Тбилиси я вот полтора часа теперь вот те крест просто сидел и это такого я не испытывал давным-давно вот это я еще раз говорю что мне кажется что наши вот эти новые проявления новые жизни они бывают либо от художественного чего-то либо еще от переосмысления себя в пространстве потому что у меня все вместе знаешь если так уж упомянули театр да я когда в петербург приезжаю вот тоже спектакль но вот если с тобой я тут иду твой спектакль это все вместе это одно дело одна составная часть это ваш спектакль но эти все слои этого шикарного торта который в шикарном центре который тоже построил наш любимый однокурсник Феликс Михайлов да Феликс Михайлов да 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 Феликс Михайлов и что мы с тобой там по инстаграму списались и что и там еще как кто-то из однокурсников подтянулся тот же самый Борис Вашнянский еще и там и так это все вышло и потом этот мы там потом пошли ужинать по-моему там шикарный ресторан да у нас в Латвии таких нету я не была в таких у нас таких это не Шленовский Феликс умеет готовить да и все это вместе и тут же самое когда я как я на эту дядю Ваню которая упомянула да где Оля Муравицкая играет и там как-как я туда попала я смотрю ленту фейсбука и Александр Новиков который по-моему заслуженный артист но я его величаю Саша Новиков чего-то там выставил у него шикарный юбор что самый лучший театр в галактике дает там дядя Ваня такого-такого числа я ему пишу а что за театр такой и где потому что я буду и он мне сразу в личку пишет и говорит Байба ты будешь одна или сколько у тебя пригласительное то есть что я приезжаю как ну меня по-королевски там принимают и вообще и я как как я до сих пор ну вот это я как вижу нашу жизнь как такая сфера когда это все началось тогда когда был этот пунктик когда я поступила чудным образом в Петербурге и именно у Петрова я же в Риге хотела меня вытурнуть после первого тура там и я как плакала и как жить не хотела и там еще это чтобы попасть именно туда чтобы вот когда это где это начало где это конечно да 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 это миссификация тоже потому что я же тоже там с четвертого раза поступал да и Кацман меня не взял и Табаков не взял и еще что-то именно Петров и я понял что это группа крови он собирал эту группу крови поэтому хорошо что мы поступили а дядю Ваню блин совета я смотрел четыре или пять раз на гастролях в Москве в стиле это это я и Саша и Новикова тоже самое сказал что это один из лучших дядь Вань а ты знаешь что еще было мы когда в этом первом ряду сидели с Евгением Мациевым с однокурсницей да и потом нам там ну был что мы могли там за кулисы и все и там артист Мегицко который говорит мне привет я говорю вы что меня помните они когда тогда давно там еще Дмитрий Харанько играл блин с Советой и Семен Стругачев там был с кем я в фильме вместе снимал в Еврейском они в Юрвову приезжали я с ними в одном автобусе куда-то ездил и чтоб так помнить я говорю неужели вы меня помните да но это же чудо да да это замечательно видишь вот воспоминания о хороших встречах о хороших спектаклях о хороших людях артистах не знаю уже уже наверное профессия артиста она для меня немножко не такая как была там 30 лет назад или 40 да немножко другая потому что ну слишком затаскали и слишком много ну тоже ерунды делают артисты которые ну ты же видишь мы с тобой 2-3 спектакли сказали а их миллион да и эти миллионы они часто наши потреб это тоже факт это тоже конъюнктура времени когда люди начинают ну что-то такое изображать да для чего непонятно ну как бы мне уже это не интересно уже не интересно ты знаешь мистики мои учителя одна которая она ясновидящая она западный врач ясновидящая обучалась в свое время в кремлевской больнице то есть она такая и она мне всегда она давно 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 еще говорит вайба артисты вы же артистка это самое высокое что дано человеку это такая и я действительно думаю что вот так как я сейчас думаю я вижу что мы этот новый мир да сотворяет он же из мысли формы сотворяется и мое вот то есть и это вот то что у нас почему кстати я я поняла почему я в театре так не играю и ну космос меня убрал оттуда потому что очень быстро это я потом видела это в жизни проявляется в физическом и это большая очень ответственность что мы там творим насколько я знаю что эти аплодисменты да вошли после шекспири или когда чтобы этих духов которые там сотворили чтобы их гонять тогда ну это так да но здесь и это такая мистификация знаешь у меня еще мне так кажется что все таки актерство оно конечно как петров сказал вот его да да его да любви было к нам и он постоянно говорил это дорога к самому себе но настоящий вот если это так воспринимается тогда я за такой театр за такое искусство к сожалению к сожалению этого стало очень мало этого правда стало мало и мало такой отдушин такого такого жертвопогношения тоже мало поэтому я не нашел своего эфроса любимого да я не когда актер находит своего режиссера случается чудо когда режиссер находит своего актера случается чудо но они не находят друг другу то получается ну в лучшем случае так ничего себе нет но не более того потому что там и любимов должен был найти высоцкого и лев дуров своего эфроса да и много-много таких примеров тогда что-то случается потому что мне сейчас вот надо тебе там комплимент говорить или нет 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 лёша это так но смотри то что ты делаешь в инстаграме ну это полноценно это такое ну я это считаю серьезным ну как это не просто записи там дневники инстаграм это полноценно и творческий и со смыслом труд я так вижу и может быть я не знаю ты конечно тебе конечно виднее то что ты делаешь но ты сам ну а кто сказал что должно быть так я это поняла уже тоже по своим этим было я я долгие годы работала на телевидении и там это я ушла 8 лет сколько там и потом я стала эти занятия проводить и думал да у меня была сцена и мне подруга говорит так вот эти сцены я говорю ну сколько там 10 зрителей ну типа моих этих ну ты знаешь один из он у нас великий классик живой ян стрейдж кинорежиссер и мне посчастливилось с ним в свое время очень долгой истории чтобы ты меня владимир видел может быть в инстаграме я поставил это он для меня роль специально написал после там первые фильмы сделали один и ему очень понравилось и мы с ним подружились и он мне всегда говорил Байба ну ты же делаешь самое лучшее что артисту ты сама себе и продюсер и сама и одела и сама и пьеску написала и сама исполняешь в принципе поначалу мне это было как я хочу вот как ты говоришь своего там не знаю встреч да и у моего актрисы даже Зоня говорит слушай меня в этом фильме нет для тебя роли ну давай будь таблесмана тебе просто там заснил может быть просто эти может быть может да 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 может ты и права потому что здесь с воздухом приходят какие-то вот эти такие завихрения когда ты понимаешь что может быть действительно это детская фантазия когда ты кого-то там найдешь встретишь а может быть такие фантазии детства да идеализм но все равно без без этих фантазий трудно жить да потому что все равно мы должны креативить придумывать себе какие-то вот эти завихрения потому что иначе ну серая будничная жизнь она не ахти как да слушай раз уж говорили про это расскажи как там сейчас жизнь артиста в москве ты снимаешь ты снимаешься в этом сериале нет или как мы 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 снимаем то что не досняли до пандемии то есть это довольно странное ощущение когда там вот пять артистов без масок а все остальные в масках это странная логика трещит по швам логики нету особо как как впрочем вообще в москве ее нету полностью потому что я говорю что я 4 месяца точно сидел честно самоизоляции там в Питере но потом как я здесь появился вот аэропорт и дальше все нарушения которые могут быть они здесь случились к чему это приведет я не знаю я не понимаю ничего логики еще раз говорю нет вот она трещит я это есть и в Германии то что я созваниваюсь из Польши из Истуни я созваниваюсь с людьми из Майами там из Испании из Франции Италии со всеми я поддерживаю вот так какой-то контакт у всех ощущения это все равно одно вот знаменатель форма раз форма разная но ощущение какого-то как жить дальше никто не понимает да я так поняла что по шажочку по шажочку один шаг сделал и счастливы я сегодня видишь как мы откроем кто нас смотрит что я где-то месяц назад тебе написала что давай сделаем и ты с легкостью отозвался и сказал ну давай там опнимаешься там с Москвой в течение недели ну я ждала ждала когда будет и сегодня что-то месяц вот прошел и я ну как тогда и ты мне сразу опа давай и был какой-то ну день у меня был такой ну я чувствую эти коллективные энергии и все и они такие я открыла фейсбук и я тоже ну чувствую эти я знаю что это не мои но я их ощущаю через себя и не то чтобы депрессуха и вот вот и радость вот и сделали и я рада и так я с тобой согласен есть такая теория маленьких шажков да вот это движение маленьких шажков так и надо и я с тобой спасибо тебе что так сегодня связалась потому что ну мы все устали от этой самоизоляции то что мы общаемся меньше или общаемся на какой-то очень уж большой дистанции что мы уже тактильно вообще забыли что это такое но надо надо как-то искать какие-то проходы душевные да чтобы вот все равно находить вот такое общение еще какую-то форму надо находить иначе мы ну что человечество вроде бы пережило там и чуму и блокаду и много чего пережило наверно надеюсь что как-то кривая вывезет и опять наш шарик да да ну давай ну давай ну давай тогда может быть все все у меня кофе ну скажи да я давай давай тёплый давай тёплый тёплый дай бог может быть да мы будем с тобой не попадать и как-то появляться в эфире может кому-то эти интересны будут наши беседы да и это самое и пусть вот все кто нас смотрит у нас вот мы как поставили намерение в начале да чтобы радость и чтобы творчество как бы приумножалось и что подписываюсь 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 на гостей на гостей целую я целую спасибо тебе дорогой я надеюсь что это все записывалось обнимаю обнимаю на связи до связи тяга